МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Кино рядом, как барнаульская общественница попала под подозрение в шпионаже американских спецслужб. Бастовать или нет, на что готовы пойти барнаульские перевозчики, чтобы решить проблемы? Это вам не молоко. В поселке Первомайского района открыли пивной магазин рядом с детским садом. Уроженку барнаула Марию Бутину задержали в Вашингтоне. Ее обвиняют в том, что она якобы работала иностранным агентом России без предварительного уведомления властей США. Бутиной может грозить до пяти лет лишения свободы. Известно, что Мария Бутина до 2011 года жила в Барнауле. Выпускница факультета политологии Алтайского госуниверситета. Девушка с юности вела активную социальную жизнь. Работала координатором краевой школы реальной политики. Создала краевую организацию «Общественная жизнь и порядок». Восьмой год она работает в общероссийской организации «Право на оружие». На данный момент представитель ее правления. Свободно владеет английским. В феврале прошлого года Бутина в составе делегации посетила национальный молитвенный завтрак. Традиционное мероприятие с участием президента Соединенных Штатов. В последнее время живет в округе Колумбия. Марию Бутину задержали 15 июля. Следом прошел окружной суд. Из уведомления американского департамента юстиции следует, ее обвиняют в двухлетней работе на неназванного высокопоставленного представителя Банка России. Соединенные Штаты ввели в отношении него санкции. Адвокат Бутина и заявил, что она не является иностранным агентом. Посольство в Соединенных Штатах добивается консульского доступа к россиянке. В селе Листвянка Топчихинского района сегодня сгорела местная школа. Одноэтажное деревянное строение вспыхнуло в самый разгар жаркого дня. Подробности происшествия школы пока неизвестно. Она выгорела полностью и восстановлению не подлежит. На место сегодня выехал в Рио министр образования и науки Алтайского края Александр Житких По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Томенко правительство региона должно взять ситуацию на личный контроль так, чтобы учебный год для школьников Листвянки начался вовремя. Детей Первомайского поселка Березовка воспитывают не лучшим примером взрослых. Здесь почти дверь в дверь с детским садом открылся бар. Родители возмущены, а продавцы утверждают, закон не нарушен, а их клиенты ведут себя хорошо. Анастасия Драган продолжит. Привет, сосед, или точнее, привет, малыш. Вот что здесь должно звучать. Ведь покупатели пятийного магазина совсем скоро первым делом будут видеть воспитанников детского сада. Игровая зона прямо напротив входа. Сетка рабится, и воспитатель вышибала все, что оградит малышей в этом детском саду от такого соседства. Родители воспитанников об этом пенном магазине еще не знают. Открылся он в июле, когда дети были на каникулах. Удивятся скоро, в августе. Люди в нетрезвом состоянии и шум, конечно, это повлияет на работу детского сада. Местный депутат Александр Попов шагами измеряет расстояние от магазина до детской территории. 19 метров. Впечатлений от бара депутат уже набрался. Провел личный рейд, и вот улов. Вдрызг пьяные клиенты, громкая музыка, брань. Теперь принимает жалобы от жителей. Александр Попов говорит, раньше сельсовет мог сам определять расстояние от соцобъекта до точки продажи алкоголя. Но с 2018 года эта функция закреплена за районом. А в мае муниципалитет почему-то уменьшил минимум расстояния. Когда они открывались, это пивное, они оформляли документы, по-моему, и апрель, май месяц. Законодательство гласило 20 метров. Они не проходили. Потом каким-то чудом глава подписывает вот это постановление. Изменить расстояние от заведения до учреждения неподходящего до 15 метров. И это стало учреждение подходить под пивнушку. По санитарным нормам, наверное, не положено. Самое близкое должно 50 метров, но не 15. В магазине спешат успокоить. Детский сад и бар не совпадут режимами. Когда просыпаются клиенты, дети уже готовятся ко сну. Которые немножко шумят и немножко матерятся, как вы говорите, они приходят уже после 9, когда закрыт детский сад. А в такие часы приходят нормальные люди, которые спокойно хотят отдохнуть от бытовых проблем. Чтобы убрать бар от взора и слуха детей, подчеркнул Александр Попов, местным депутатам нужно будет обратиться к районам и донести, почему население против соседства, детства и пьянства. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Через месяц состоится суд между компанией «Селф» и «Алтайским Минздравом». Сегодня в арбитражном суде края должно было пройти предварительное заседание, но из-за неявки участников процесса его в итоге перенесли. Строительная компания «Селф» из Минздрава Алтайского края подала еще 5 июня, в чем конкретно состоит претензия представителей одного из крупнейших в регионе застройщиков, не поясняют. Сегодня на предварительное заседание суда они, как и третье лицо процесса компании «Алтайстройзаказчик» не явились. Этим воспользовался единственный участник процесса – представитель Алтайского Минздрава. С неявкой сторон, но учитывая, что они были все-таки надлежащим образом извещены, и имеются в частности вопросы, которые требуют разрешения при подготовке, и дело непосредственно к судебному заседанию. У нас с нашей стороны имеется ходатайство, наверное, об отложении судебного заседания. К слову, сторона ответчик от каких-либо комментариев также отказывается. Но по данным картотеки дела арбитражного суда, понятно, что иск со стороны компании «Селф» к Минздраву касается возмещения задолженности по двум госконтрактам. Один из них заключен весной 2017-го, другой – осенью 2014-го года. В это время, согласно данным Spark Interfax, компания «Селф» являлась генеральным подрядчиком перинатального центра «ДАР» и краевого противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске. Добавим, очередное заседание суда должно пройти 16 августа. Впервые выборы губернатора Алтайского края пройдут под контролем видеокамер. На организацию видеонаблюдения выделено почти 20 миллионов рублей краевых бюджетных денег. В единый день голосования 9 сентября откроется почти 1800 избирательных участков. 741 из них будет оснащен видеокамерами. Это 41% от общего числа уиков в крае. Видеонаблюдение будет установлено в крупных городах, а также в тех населенных пунктах, где голосуют свыше 2000 избирателей. Таким образом, посчитали в крае-избиркоме, порядка 70% населения края проголосует под наблюдением видеокамер. Кроме того, этими системами будут оснащены все территориальные избирательные комиссии. В крае их 74. Представители избиркома отмечают, что камеры сделают региональные выборы максимально прозрачными. Любой желающий, независимо от того, в какой точке планеты он находится, сможет следить за ходом голосования в интернете. А чтобы любой пользователь мог как раз наблюдать и за процессом голосования на избирательном участке, и за подсчетом голосов после подведения итогов голосования, чтобы ни один элемент в работе участковой комиссии, в территориальной комиссии не был бы скрыт. Помимо систем видеонаблюдения на двухстах избирательных участках, голосование пройдет с помощью так называемых КАИБов, комплексов обработки избирательных бюллетеней. Это позволит оперативно обрабатывать данные, а также предотвратить вброс бюллетеней. Напомним, досрочные выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября. Жители региона смогут отдать свой голос за одного из шести кандидатов. Барнаульские перевозчики пока не будут приостанавливать работу общественного транспорта. Сообщение о возможной забастовке некоторых маршрутов появилось сегодня в ряде СМИ. Как рассказали нашему корреспонденту в Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула, ситуация действительно близка к критической. За последние 10 лет число маршрутов сократилось вдвое, а запасы автопарков – полтора. Последний раз тарифы на проезд повышали в 2016 году, но, как признаются предприниматели, даже эти меры не позволили окупить затраты на ГСМ, запчасти, текущий ремонт и электроэнергию. Просто вынуждено может такое случиться. Сегодня уже топливо не дают в долг, а рассчитываться нечем. Сегодня 50% водителей не хватает. Машины ломаются, утром выпускают машины, они до вечера не дорабатывают. Жара не доплачивает за федеральных и краевых льготников. Это основное. И вот это все нужно делать для того, чтобы сохранить пассажирскую отрасль в городе Барнауле. Как пояснил Николай Долженко, одним повышением тарифов на проезд разрешить ситуацию не удастся. Если не принять мер, риск невыхода рейсов на линии возможен. Но пока решать проблему столь кардинальным способом предприниматели не намерят. Бастовать – это глупости, понимаете? Надо всегда находить какой-то компромисс. А бастовать – это неправильно. Я считаю, вообще с позиции разговаривать давление – это очень неправильно. В ближайшее время перевозчики планируют обратиться к краевым властям с просьбой помочь в решении проблем. Было шесть, осталось две. В прошлом году в краевой столице расформировали четыре медицинских учреждения. Жители Барнаула, которые обратились к нам в редакцию, не видят плюсов в оптимизации и боятся, что помощь медиков станет для них недоступной. Так ли это на самом деле и какие еще изменения произойдут в системе алтайского здравоохранения, расскажет Валентина Аскерова. Плохо видит, с трудом передвигается. Татьяна Федоровна еле преодолевает 300 метров от дома до третьей городской на Бехтерево. В свои 85 к врачам ходит постоянно. В неделю по несколько раз. А до новой поликлиники, что будет на Петра Сухова, пешком не дойдет, жалуется женщина. За медицинской помощью придется отправляться едва ли не на другой конец города. А для пожилого человека это целое кругосветное путешествие. От нас туда же на Ленинске выходить надо, садиться. Вот до Ленинска доехать, потом там ехать, садиться на другой транспорт, только туда ехать. Мы все переживаем за это. Будете ездить? Ну как, пока ноги если двигаются, будем нанимать такси. Такси для пенсионеров – удовольствие дорогое, ведь поход в поликлинику для многих пожилых людей – почти каждодневное вынужденное занятие. Поэтому такие перемены пациенты воспринимают однозначно. Как вы к этому относитесь? Печально. Почему? Извините. Но как выяснилось, закрывать филиал никто не планирует. По крайней мере, так заверил главный врач больницы Александр Шпиговский. Дело в том, что еще в ноябре 2017 года после оптимизации образовалось одно медицинское учреждение – городская больница номер 3 на Германа Титова, рассказал главврач. Сюда и вошли 9-я городская больница на Бехтерево и два здания на Петросухово. Одно из них в этом году капитально отреставрировали. Но насильно прикреплять к новой больнице барнаульцев никто не будет. Шаговая доступность по-прежнему главный критерий. Все население остается там, где и было. В случае необходимости, да, либо какие-то будут показания, может быть какая-то методика, либо если сам пациент изъявит свое желание, это его больница, он имеет право на любой адрес. Новый корпус, пояснил врач, начнет принимать пациентов уже в конце августа. Здание будет оснащено новейшим оборудованием. Специалисты Бенздрава поясняют, что бояться оптимизации не стоит. Польза укропнений очевидна. Больницей проще управлять, легче укомплектовывать кадрами и обеспечивать необходимым оборудованием. Например, узкий специалист, любой, офтальмолог, невролог, кардиолог, эндокринолог, он рассчитывается ориентировочно на 20 тысяч населения. Если к поликлинике прикреплено меньше, то, как правило, в этих поликлиниках работают совместители. А совместитель, естественно, он работает небольшой промежуток времени, он не выполняет ту нагрузку. А когда человек сидит на одном месте и принимает с утра до вечера, это удобно всем, и людям удобно, и для учреждения. Но, несмотря на все плюсы, с экспериментами в области оптимизации специалисты Краевого Минздрава решили повременить. Процесс пока временно приостановлен, заверили медики. Так что копить на такси Татьяне Федоровне пока не нужно. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. В Барнауле расширился автопарк социального такси. Услугой пользуются инвалиды-колясочники, пожилые и тяжело больные люди. Теперь дорога до больницы, нотариуса, библиотеки, администрации для них станет комфортнее и менее затратной. Ну что, заведем автомобиль? Все машины, раньше их было три, теперь четыре, находятся на базе горэлектротранса. Это новая, чуть больше остальных, и оборудована подъемным механизмом. В ней одновременно могут передвигаться двое инвалидов-колясочников. Пассажир оплачивает минимальный тариф, одна минута один рубль. В такой машине не нужно отдельно укладывать инвалидную коляску в багажник, а подъемник заменяет стороннюю помощь. Здесь он чувствует себя самодостаточным, то есть он сел, как настоящий человек, без всяких комплексов. Четыре машины, конечно, это не так много для города Барнаула. Я думаю, что мы ежегодно будем эти вопросы рассматривать, и, наверное, по необходимости машину будем приобретать. В Барнауле услуга социального такси появилась около десяти лет назад, только за прошлый год ею воспользовалось более двух тысяч человек. Обновленный парк «Изумрудный» в Барнауле будет зеленее прежнего, по крайней мере, так уверяют авторы его проекта, представленного накануне. Часть финальных эскизов, созданных Новосибирским архитектурным бюро, опубликована на официальной странице парка. Новые макеты, в частности, дают ответ на вопрос, волнующий многих горожан, останется ли на своем месте озеро, существовавшее здесь с момента основания парка. Судя по макетам, оно не только останется, но и преобразится. Также, по словам автора, архитектора Сергея Пергаева, чье бюро работает над проектом, в парке запланированы новые зеленые насаждения. Безусловно, первый взгляд в проекте забирают на себя яркие, интересные в плане исполнения точки притяжения. Развлечения, активный отдых, событийная площадь. Однако мы без преувеличения можем говорить о том, что площадь озеленения увеличена по сравнению с исходной ситуацией. А запланированный в самом центре, на месте бывшей пляжной террасы, ландшафтный парк, как нельзя лучше подходит для птиц и посетителей, предпочитающих тихий отдых в окружении зелени. Часть барнаульцев в социальных сетях уже высказала как радость по поводу нового облика парка, так и недовольство отдельными элементами оформления. Например, не всем по душе входная группа. Впрочем, представители арендатора отмечают, что в ближайшее время будет опубликовано более полное описание проекта парка. Картина будет видна, когда проект пройдет утверждение в городской администрации. Ну и кроме того, пока сами барнаульцы смогут принять участие в судьбе парка, выразив свое мнение через социальные сети. Напомним, Изумрудный уже становился объектом внимания общественности в прошлом году, когда новый арендатор вырубил значительную часть деревьев. Многие барнаульцы тогда высказались против вырубки, и арендатор заверил, что снесли исключительно старые и больные деревья. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» — натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» — фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» — выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В среду в крае переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Белокурихе прохладнее всего, плюс 22. В Олейске, Бийске, Изминогорске — 24, 26 градусов. В Рубцовске, Заринске и Камни-Нааби. В Барнауле ночью — 18, днем возможен дождь. Ветер северо-западноумеренный и до 26 выше 0. Все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения вам. До встречи.